Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш Мукбанк канал! Сегодня мы с вами на кулинарном канале готовили вот такие огурцы. Сейчас мы продегустируем, скажем наше мнение о них. Также у нас на столе малосольные помидоры и огурцы, квашеная капуста и пельмени. Здесь, наверное, сейчас скажу, около трех килограмм пельменей, потому что у меня было 1,8 кг фарша, и этого теста я сделала точно так же. Но учитывая, что немножко у нас осталось теста и чуть-чуть совсем фарша, здесь 3 кг пельменей. Я обычно готовила где-то на день, а это где-то на 3. Ссылочку на рецепты квашеной капусты, огурчиков маринованных для... Не маринованные, а салат из огурцов на зиму и малосольных помидоров и огурцов мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Переходите на наш основной кулинарный канал, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Также мы вам оставим ссылочку на наши манты. Манты от моих пельменей отличаются лишь тем, что пельмени лепим вот так, а манты лепим совсем по-другому. И пельмени мы варим в воде, а манты парим в мантышнице. И в пельменный фарш я кладу намного меньше воды, чем в манты. Все-таки здесь должно быть закрыто, и чтобы фарш был более устойчивый, скажем так. А в манты я делаю более плывущий, если можно так выразиться, фарш. Таким образом, внутри манты получаются очень-очень сочные. Поэтому, если вы возьмете рецепт моих мантов, уменьшите там количество воды, то получатся сегодняшние наши пельмени. Пельмени домашние, ручной лепки и даже ручной раскатки. Давай, дети, положу папу Олегу. Я сам, кстати, помогу. Я тоже могу достать. Забыла соль подсолить в воду. Да? Давно пельмени не делала. Не посолила воду, жалуется. Соль вредна. Соль, как говорят ученые, белая смерть. Да. Я же без соли. И сахар тоже. Сахар тоже, да. На это время хватит. Лес и водка, зеленые друзья. Ну ладно, вот это на первое время. Я тебе майонезик, которая бахнула. На первое время я тебе 9 пахнула. А! 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 Алексей! Что смешного? Не надо маскироваться майонезом. Смазит, а? Вот у детям как нравится. О, горчица такая же. А майонезик у нас... Ой, как он? Пробуем огурчики. Тетчуп у нас закончился. Ну не греми, пожалуйста. Ты можешь не греми? Ты будешь кушать нар или нет? Кто-то и зрители смотрят в наушниках. Ты звенешь из посуды. И почему мукбангеры берут пластиковую посуду? Не знаю. Я сколько смотрел себе. Которую ты ломаешь вечно. Многие кушают железный. Можно мне? На. Быстрее. На. Потом выкинуть надо. Что ты так набираешь? Олег еще не положил себе. Я не откажусь. Держи. Да, кетчупа подошел. Что? Салфетку. У меня мама никогда не солит воду при варке пельменей. Но она хорошо солит фарш. Я сегодня фарш посолила не очень хорошо. Потому что вместе с нами не за нашим мукбанг столом. Но, когда что-то готовлю вкусненько, вместе с нами кушают наши турецкие друзья. А наши турецкие друзья, они любят соль. Собственно, только из-за этого у нас сегодня такой фарш. Самый очень вкусный. Хоть ты не положила соль, все равно очень вкусно. Я положила. А где взять? Полторы чайной ложки. Нормально. Квашки-то едаю, она хорошо соленая. Я огурцами заедаю. А мы все на пене съем. Огурцы класс. Ничего страшного. Огурцы супер. Заметно, да, что мы по пельменям соскучились? Здешние манты. Мы еще ни разу даже не пробовали. Они микроскопически меньше, чем ноготь. Мама говорила, намаженные манты должны поместиться на столовую ложку 50 штук. Так говорит наша турецкая подруга. Подружка, да. Турецкая такая пельменница. Мантышница для лепки вот такого размера. Там много-много-много-много-много-много-много-много маленьких дырочек. Как раньше советская была, дюралевая, с нормальными дырочками, а турецкая с маленькими дырочками. Их очень много, а она пластиковая. Горячая. Огурчики хрустят. Супер-классные огурчики. Надо положить на тарелку, и они тогда подостынут. Ой, вкуснятина. Нереально. А с йогуртом не хотите? Вкусно тоже должно пойти. Теретически, да. Хотите, дети? Олег хочет. Возьми себе. А вы охотите? Давай. Вайноу, сказал бы наш сосед. Наш друг. А что такое «вайноу»? Вайноу, почему нет? Так. Понимаете? Надо будет еще, знаешь, что сделать. Кузупер-золочку купить. Сейчас зарплату получим. После 20-го числа. Кузупер-золочку купим. И сделаем этот. Вот. Огурчик дать? Смотри, у тебя там острый перчик. Что, улыкаете? Там острый перчик. Мишу дать? Нет. Папе? Ой, вкуснятина. Чего отказываться-то? Сейчас добавлю горчички нара. Держи. Будет супер-соус. О! Смотри, как красиво. Прям как со сметанкой, да? Ммм. Да, вкусно. Вообще, у меня так отель. А раньше же я подмёрся. Да. Вася, я подмёрся. Михаил тоже помогал лепить в пельмени. А потом... Суга слипел, столько я и могу есть. А потом ушёл в науку. Да, мам? Пошёл заниматься домашними, домашними заданиями. Чё дать? Чё дать? Ой. Горячие. Только сплеты. Что хочешь что-нибудь зачитать? Какой-нибудь реп, например. А там что-то есть? Репа нет, вопросы есть. Ты любишь реп? А, Виша, любишь реп? Чё дам. Такой стиль музыки. Когда? Только он не реп, а рэп. Рэп. Да. И это последнее. Потому что... Реп люблю. Какой твой любимый рэп-исполнитель? Насколько много блогеров смотрят. Те блогеры, которые рэп читают, тебе нравятся, да? Ничего нет. Нет? Нет, есть. Есть? Это же популярные блогеры, которые это делают. Ммм. Чё маслоочку не кушаете? Ну, что-то как-то да. Ты думаешь, какой старый вопрос? Сейчас дату надо. Седьмого февраля ещё остались вопросы. Представляешь? Да. Можешь огурчики? Представляете, закончились вопросы. Есть желание приветов, но на попозже. Поэтому мы попозже передадим привет. А сегодня не бойцы. А сегодня не бойцы. Здорово. Мы сейчас тут пообщались с нашим турецким другом. Олег нам выключил этот... Камеру не записали вам мой турецко-английский язык. Англо-турецкий или турко-английский? Да. Звонил сосед. Хейтеры, давайте налетайте, но своё больное воображение выключайте. Звонил сосед, сказал... А мы же снимаем мукбанг. Я сказала... Что означает... Можем мы прийти к вам домой спустя 20 минут. Он... Так что сейчас пойдём. Сейчас я пельмешки сварю ещё, да? Мукбанг закончим, сварю пельмешки и пойдём, да? Воду в соль не забудь. Да. А если есть не станет. Почему? Соль же не любит. Но солью это совсем другое дело. Что, ещё пошпанить майонезом? М-м-м. М-м-м. Хорошо, я так его культурно выдавлю. Ладно стоять кармашками, а что-то... Всё время стоять ногами вот так. Мне кажется, огурцы надо угостить. Вот, но надо открыть. И угостить. Зачем я эту губную камеру вырежуешь это? Вот сколько... Работа, да. Всё, я узнаю, яточки вкусные. М-м-м. Сейчас с соевым соусом вкусно. М-м-м. Нет? Есть, дать. Мне что, столько соуса, да нет, надо вот доедать. Вчера были в метро. Там, в принципе, кое-какой ассортимент соусов есть. Всякие кирияки. Соевый соус, ассортимент, в принципе, несколько вариантов. Рыбный соус есть. Острый чили, сладкий чили. Ну, эти, как они, китайские, или чили-то, или это таиланские, наверное, тема. Ой. Единственное, что я не нашёл, может, плохо искал, этот, листья и прочее для... Суши? Для суши, да. Ну, нашли рыбу красную, стоит она, конечно. Космос. Ну, не, не дороже, чем в России, Лёш. Ну, в принципе, да. 110 лир? Кило. Тысячу рублей. Кило, да. Тысяча рублей килограмм, так у нас так же стоит. По большой-большой акции, вспомним, по 850 покупали. Да. Это самое. Блин, ну я не знаю, только метро, наверное, продаются, да, так? Помнишь, я готовила в пергаментной бумаге лодочки? Можно было бы, да, купить, например? Ну, да. Сколько нас? Шестеро. Пять штук. Детям одну на двоих. Стейки? Угу. Ну, да. Классно ешь, да? Угу. Угу. Волна прям... Наверное, не пойдем, да, мы на море? Почему? Волна. Там волна. Очень интересно, сходим обязательно. Да, обязательно сходим. А сейчас мы сколько пробудем у соседей? Тебе известно? Да. Нет? Какой-то сюрприз для нас. Что-то показать хотят. А вы мне... А вы снимите, или выложите вновь? Ну, сразу же после того придете. Потом тебе расскажем. А, хорошо. Иди в руки делай. Ммм. Просто там придет. Мне вам очень удобно. Ммм. Это тут. Ммм. А папа, ты на мое место. Косточка. Ммм. Это, наверное, откуда? Из муки? А, из мяса. Ой. Я сколько мяса положил. Она даже пополам развалилась. Такой же я молодец. Припахали меня лепить пельмешки. Зато как быстро мы управились. Не говори. Теоретически я сейчас хотела еще рецепт снимать, но теоретически я могу же и завтра не могу. Послезавтра, правильно? Вообще у меня теоретический план уже выполнен. Недельный. Правильно? Угу. Но. Даешь стране угля. Практически. Ты мясо все полулавливал. Твое тесто. Но практически. У меня еще. У меня полный холодильник продуктов. Надо что-то готовить. От безысходности. Угу. Целый этот. Вот килограмма. Это семь помидоров. Уменьши. По парочке баклажанов. С кабачками. Ну так я разъединила. Вроде смотри. Вроде они адекватные, разъединенные. Ой. Правильно? Сейчас надо маленькую кастрюлю воды поставить. И в пельмени отварить, да? Угу. Мы если что-то вкусненькое готовим, мы уже готовим из расчета, что нас шестеро, а не четверо. Так вот мы любим наших соседей. И они нас тоже. Да? Угу. Зовешь в гости? Да, да, сейчас приду. Обязательно с собой. Салат накрошат. Угу. Сок принесут детям. Да. И мы тоже идем не с пустыми северо руками. Мы сюда не с пустыми руками. Что он делает, пап? Меняет ноутбуки местами. Он же навернет свой ноутбук оттуда. Я об этом уверена. Ты же неаккуратный, Михаил. Нет, неаккуратный. Папа, дашь яблочек, пожалуйста. Попробуй. Ты же только поел, может, чуть попозже? Не. Блин, я наелась, так остановиться не могу. Что делать? Жми на тормоз. Жму не могу. Дергай ручник. Эй, эй, ручник. Давно не ели, соскучились, да. Ты, наверное, еще с родителями поговорила. Они, наверное, похвалили, что пельмени лепили. Нет? У них пигоня. Завтра гости у них. На момент выхода нашего видео у них в гости... Ой, в гости. У них в гости. Какое число? Девятое? Десятое. А, на момент выхода десятая, да, будет? На момент выхода одиннадцатая будет. Это... Башни-близнецы взорвались. Да, у твоего братишки день рождения будет. Там что-то народ собирается. Как будто у взрослого свадьба. Вот. Ну, их не было сколько? Пять лет? Угу. И тут вот они приехали, вот все идут к ребенку на день рождения. А приехали они... Ребенку уже семь исполняется вот завтра. В июне? Какого июня? Они приехали. Не, ну да, но они приехали в связи с тем, что в школу надо идти. Не было их пять лет здесь. Угу. Интересно, если вот они будут здесь жить, он здесь школу окончит, он будет помнить корейский язык? Он же хорошо его знает теперь. Теоретически он не должен забыть. А практически им бы этим вопросом, родителям этим вопросом бы заняться, додать ему книжечки какие-нибудь почитывать, или мультики включать на корейском языке. не пропадет, потому что твой брат по-корейски разговаривает, нормально себя чувствует. У меня коллега была, она хорошо знала английский язык и корейский. Вот английский, говорит, я специально учила, а корейский, говорит, сама, говорит, как-то, говорит, это, самоучкой, ну, научилась тоже, говорит, корейским языком. И поэтому вот во все корейские компании она лезла со своим корейским. Видно, ну, хватало для какого-то общения. Когда нам начнёт хватать турецкого? Мы вот сидим в компании с нашими друзьями, друзья, если общаются между собой, даже общий смысл диалога не понимаю. Ну, здесь, во-первых, этим вопросом надо прям основательно позаниматься. Как говорится, ставь таймер, и каждый вечер, каждый день, по полчаса, как ты детям говоришь, английским заниматься, теперь вот турецким занимаюсь. Потому что я вот сижу сейчас, слушаю одним ухом, другим ухом работаю, там, турецкие глаголы, турецкие слова, самые популярные, самые часто используемые, и так далее. Нельзя работать, ну, что такое? Нельзя. Поэтому за, как сказать, этим надо заниматься. Постепенно этот словарный запас наберётся, поймёшь, откуда все вот эти окончания появляются у них. Окончания там нелегковые, они очень многие совпадают с узбекскими, Ну, нам совсем нелегко, потому что здесь множественное число, одно окончание, потом, типа, делаешь, это одно окончание, делает, другое окончание. Вот. Единственное, что у них нету красивая, красивый, у них всё это без рода, так сказать. Гюзаль. Всё одинаково. Гюзаль. Даже еда. Чё гюзаль. Ну, да. Там, так сказать, слов много. Я себе приложение установил, телефон, сижу, иногда так втыкаю, когда есть время, сижу, просматриваю. Что-то, надеюсь, да остаётся в голове. Там прослушиваю, здесь просматриваю. Нет, нет. Михаил, ты навернёшь ноутбук. Верни, я запрещаю. понимаешь, что это, что тебя спросили, или что ты ответил с переводчиком. Тут раз, я ходил, когда детей записывал на тренировку, я переводчики набираю, где это находится, а он мне пишет, где это находится, а он мне пишет, и в конце вопросительный знак, всего шесть букв. НРД. НРД. Да. Нас и ссыл, знаем уже, что такое. Сегодня у нас, у нас на этаже никого нету, кроме нас. Все разъехались, мы одни живём на этаже. Они, может, появятся, может, тут тапочки не убавили. Да может быть, но не суть важная, я не об этом сейчас. И тут шибур-шибур, если кто-то шибур-шибур, то это свои. Я, значит, выглядываю в них свои все дома, а там этот управляющий с нашим комплексом пришёл и закрывает пожарные эти выходы. Ну, он не на замок, нет, просто прикрывает двери, может сквозняк, сильный ветер. У нас пожарные выходы сделаны по науке, у них стоят специальные ручки такие, пожарные, которые открываются только с одной стороны. То есть, вот ты изнутри, если будешь выбегать, ручку нажмёшь, дверь открывается. И он закрывает, наверное, из-за того, что очень сильный ветер, потому что сегодня прямо очень сильный ветер. Возможно, что двери хлопают на этажах. Да. Вот. И я ему говорю, я сначала машинально сказала hello, а потом говорю merhaba. Он говорит, merhaba, nasasin. Как дела? Nasasin или nasasyl? Nasasyl. По-моему, nasasyl. Nasasyl. Я говорю, ii teši kure derim. ii здесь переводится хорошо. Хорошо. Три буквы i. ii. ii, yi, и читается как ii. ii teši kure derim. То есть, уже так. Здравствуйте, до свидания, здравствуйте, до свидания, спасибо, хорошо. Добрый вечер еще. Как вежливый лось, как в этом анекдоте в старом было, но это не про не для детей. Вот. Михаил, отпусти ножки. Михаил уселся за мой стол и с видом на море решил заниматься уроками. Вот вы сейчас представьте себе, сидите за математикой, третий класс, перед вами ноутбук. Представляете себе, вот вы в третьем классе учитесь, перед вами ноутбук. Вы открыли онлайн, как это, площадку, ну, сайт, где там задания. В первом это рассказывается, как делается, потом что делается, потом ты тестируешь, пробуешь отвечать на поставленные вопросы, потом на экране или в тетрадке делаешь задание, потом или фоткаешь, или на экране, если то, его проверяют автоматически или полуавтоматически. Ну да. Тебе отметку ставится. Ты наелся? Я, да. Будем завершать видео. Да. Мне ещё надо пельмени отварить и бежать к нашим соседям, друзьям. Да. Пойдём посмотрим, что нам за сюрприз очередной. Может быть. Обычно это какая-то, обычно это какая-то вкусняшка. Может быть. Но сегодня он сказал, хочу вам кое-что показать. Может быть. Show you. Секрет. Сюрприз. Пойдём посмотрим, потом вам расскажем тоже на влоговом канале. Поэтому, кто ещё не подписан, обязательно подписывайтесь на наш семейный канал. Ну а мы будем уже заканчивать это видео. Пельмешки шикарные. Я немножко недосол сделала, но это только на пользу, я считаю, нашему здоровью. Вот. Будем тоже придерживаться здорового образа жизни, как и наши друзья. Ну а это видео будем заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите. Или привет, или вопрос. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите ещё. Увидимся снова. Пока-пока.